Вести Карачаева, Черкесия 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 Вести Карачаев, Черкесия И в продолжении этой темы. Заместитель министра экономического развития страны Сергей Назаров в рамках рабочего визита в наш регион провел встречу с представителями местного бизнеса. Среди перспективных отраслей экономики Карачаева, Черкесия, Назаров назвал туризм, животноводство, выращивание и переработка овощей и фруктов. Отдельной темой для обсуждения стали приоритетные для республики инвестпроекты. Самый известный, который входит в перечень прорывных, это, конечно, курорт Архиз. Далее цитата. «Буквально несколько дней назад мы передали право владения Архизом частному инвестору. Продолжаем работать и над развитием в регионе технологичного агропрома. Поддерживаем развитие интенсивного садоводства, помогаем строить плода и зернохранилища. Ищем и анализируем новые перспективные ниши», – рассказал генеральный директор Кавказа РФ Андрей Юмшанов. Спикеры встречи также отдельно ответили на вопросы гостей по ликвидации административных барьеров и существующих мерах поддержки. По итогам встречи с бизнесом Карача-Черкеси, региональные и федеральные власти в связке с институтами развития, банками и предпринимателями сформируют портфель государственных мер и инструментов поддержки и подготовят предложения по дополнительным решениям. В этом году республиканская программа по обустройству мини-садово-интенсивного типа будет реализована на территориях личных подсобных хозяйств в трех районах Карача-Черкеси. Об этом сообщил министр светского хозяйства региона Анзор Баташев. Создаем комиссию совместно с районами, выезжаем в личные подсобные хозяйства, которые хотят участвовать в данной программе. Предприятие, которое осуществляет закладку, приезжает, берет отбор земли, отбор воды, смотрим, огорожена территория или нет, чтобы было как минимум 10 соток, ну надо хотя бы, чтобы 11 было, потому что на 10 сотка считается закладка, чтобы возможность была обслуживать, чтобы была вода, чтобы было электричество. Параллельно смотрим документы, как оформлена правосуточность на землю. Прошу как бы обратиться в администрацию района или, если нужно, как у министр хозы Карача-Черкесской республики, по адресу Кавказская, 19, обратиться в отдел рассеяние водства на один механизации земледелия. Карача-Черкесия стала лучшим субъектом Северокавказского федерального округа в области лесных отношений. Такую оценку дал Департамент лесного хозяйства по Южному федеральному округу на прошедшем итоговом совещании, посвященном эффективности исполнения переданных полномочий в области лесных отношений в ЮФО и СКФО. По словам министра природных ресурсов и экологии Карача-Черкесии Дианы Качкаровой, в прошлом году объем незаконных вырубок лесных насаждений в регионе сократился в четыре раза. В целях подготовки к пожароопасному сезону в регионе прошла ревизия сил и средств пожаротушения, включенных в сводный план тушения лесных пожаров на территории республики. Информацию комментирует начальник обеспечения охраны, защиты леса и организации тушения лесных пожаров Министерства природных ресурсов и экологии Левира Джанибекова. Правительством Карача-Черкесской республики принято постановление перечня населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и начале пожароопасного периода. В это постановление вошли такие населенные пункты, как поселок Архыз, поселок Пхия, поселок Дамбай и город Тиберта. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии «Пожароопасный сезон» открыт с 3 марта 2023 года. В Министерстве природных ресурсов действует региональная диспетчерская служба, которая в оперативном режиме на базе спутниковой системы СДМ «Рослесхоз» отслеживает возникновение термоточек. В случае возникновения термоточки тут же осуществляется выезд на место возгорания и определяется причина возгорания. В рамках реализации федерального проекта формирования комфортной городской среды на территории Карачао-Чикеси в текущем году запланировано благоустройство 66 территорий, 10 из которых общественные и 56 дворовые. В частности, ожидается масштабное обновление дворовых пространств. Так, больше всего дворов модернизируют в Черкесии 25 территорий. Будет также благоустроено 3 парка, 5 скверов, 1 аллея и 1 каскадная лестница на спуске в парк культуры и отдыха «Зеленый остров», который относится к типу общественных пространств. Работы затронут 14 муниципальных образований республики. В прошлом году в регионе было облагорожено 63 территории, в том числе 13 общественных и 50 дворовых. Прокуратура республики направила уголовное дело о хищении свыше 38 миллионов рублей. Завершено расследование в отношении 15 участников преступного сообщества. В зависимости от роли каждого они обвиняются по статьям мошенничества и организации участия в преступном сообществе. Тему продолжит старший помощник прокурора Карачао-Чикеси по взаимодействию со СМИ-общественностью Елена Дармаграева. По версии следствия, с февраля 2015 по сентябрь 2022 года обвиняемые в составе преступного сообщества, действовавшего на территории Карачао-Черкесии, подыскивали владельцев сертификатов материнского капитала, имеющих реальные намерения распоряжаться ими. Злоумышленники заключали с женщинами фиктивные сделки, связанные с приобретением жилья и получением суд. Затем в территориальные подразделения пенсионного фонда направлялись необходимые документы для получения социальных выплат. Деньги поступали на счета участников преступного сообщества в качестве погашения несуществующих кредитов. Держательницы сертификатов в итоге оставались без жилья. От действий обвиняемых пострадали более 40 человек, а общая сумма причиненного им ущерба превысила 28 миллионов рублей. Свою противоправную деятельность злоумышленники вели от имени кредитного потребительского кооператива. В настоящее время уголовное дело направлено в Черкесский городской суд для рассмотрения по существу. Следственными органами республики завершено расследование уголовного дела о халатности при реализации государственной программы по обеспечению жильем детей-сирот. Установлено, что в соответствии с федеральными и республиканскими законами в области социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2021 году Министерству имущественных и земельных отношений Карачао-Чикеси было выделено около 85 миллионов рублей для обеспечения специализированными жилыми помещениями лиц указанной категории. Несмотря на имеющуюся возможность, жильем были обеспечены всего лишь 34 человека. Большая часть денежных средств была не освоена, а возвращена в бюджет. Следователями проведен широкий комплекс следственных и процессуальных действий. Признано потерпевшими 618 человек. Допрошенные свидетели произведены выемки документации, представляющие интерес для следствия. В настоящее время собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в надзорный орган для утверждения обвинительного заключения. Около 5000 школьников Карачао-Чикеси приняли участие во Всероссийской олимпиаде по предпринимательству и финграмотности. На образовательном портале учи.ру продолжается Всероссийская онлайн-олимпиада по предпринимательству и финансовой грамотности. Ребята могут закрепить и проверить знания, так необходимые в повседневной жизни, а после поделиться ими со своими друзьями и близкими. В прошлом году свои знания в ходе Олимпиады проверили около 9000 школьников Карачао-Чикеси. Согласно промежуточным результатам этого года, меньше чем за две недели, в ней уже приняли участие более 4700 детей. Музей боевой славы Центра образования номер 11 Черкеска стал партнером Московского музея Победы. Учреждение присоединилось к долгосрочной программе развития Школьной музея Победы. По словам руководителя детского центра Музея Победы Елены Слесаренко, участникам программы предоставят площадку для выставки своих экспонатов в Москве, участия в конкурсах и фестивалях всероссийского уровня и так далее. Ну и в заключении выпуска новости спорта. Армрестлеры Республики показали отличные результаты на состоявшемся в Орле первенстве России. Победителями стали Альберт Кенжев, Рустам Тимирлиев, Ранет Гаджаев, Ренат Токов, Алан Лайпанов и Мурат Айбазов. В общем зачете в четверку лучших также попали Алан Тимирлиев, Ансар Уртенов, Исмаил Казиев и Мухаммад Токов. В Елабуге Татарстана прошел Кубок России по борьбе на поясах среди мужчин и женщин, в котором приняли участие 250 спортсменов из 28 регионов страны. Наши спортсмены завоевали 8 медалей в ходе упорных схваток. Победителями в своих весовых категориях стали Ислам Лайпанов, Алан Тикеев, Арсен Мусалаев, Расул Джанкиозов, Шамиль Баачиев, Азамат Ялибек, Татаркулов и Рустам Кубанов. Теперь нашим спортсменам предстоит участие в Кубке мира по борьбе на поясах, который пройдет в октябре текущего года в Екатеринбурге. Борцы Карача-Чикесии, греко-римского стиля Ислам Шанов и Беслан Кунижев завоевали серебро и бронзу первенства России. Оба спортсмена провели по 5 встреч и в 4-х одержали победу. По итогам турнира воспитанники спортивной школы номер 5 Черкеска вошли в состав юношеской сборной команды страны. Всего за победу в престижном турнире боролись более 500 спортсменов со всех уголков России. Теперь наших спортсменов ждут тренировочные мероприятия в составе национальной сборной и выступления на официальных стартах, запланированных теннирским составом Федерации спортивной борьбы России. Во Владимире прошло первенство России по вольной борьбе среди юношей 16-17 лет с проблемами слуха. Сборная Карача-Чикесии завоевала две медали различного достоинства. Арафат Мамедов в весе 110 килограммов стал обладателем золота. Хасану Ильязову досталось третье место. По итогам состязаний оба наших борца вошли в состав сборной команды России. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Резубликанского гидрометеоцентра, завтра по Карачаево-Черкесии ожидается облачная погода. Дождь в горах с мокрым снегом. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха от 5 до 10 градусов тепла. А в горах местами от 0 до плюс 5 и сохраняется лавина опасность. В Черкесии дождь. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Столбик термометра поднимется до 10 градусов выше нуля. Таковы наиболее заметные события Республики. Информационный выпуск про Виларита Нирова. Вы слушали Радио России. Карачаево-Черкесия. До новых встреч!